Сегодня 27 декабря, вторник, в эфире новости агентства Хабар. В студии Динара Саджан и Дула Сатабалдеев. Глава государства Нурсултан Зарбаев прошел сегодня плановое профилактическое обследование в Медицинском центре управления делами президента. Клиника специально предназначена для медобслуживания государственных служащих и базируется в Астане. Во время посещения центра глава государства отметил, что медицинский комплекс оснащен самым современным оборудованием, не уступающим лучшим западным образцам. По заключению специалистов, Нурсултан Зарбаев признан здоровым и находится в отличной физической форме. Сегодня я прошел контрольное плановое годовое обследование моего здоровья здесь, в центральной клинике управления делами президента. Что советую проделать всем нашим чиновникам, особенно руководящим работникам. Мы руководителям страны и министрам наши, и мы должны ежегодно проходить подобные осмотры. Это полезно для здоровья, для того, чтобы на ранних стадиях выявлять, если что-то есть. А если здоров, это замечательно. Все индикаторы здоровья президента, холестерин, триглицериды, уровень сахара крови, мочевины, креатинина, гормональный статус нормальный, отрицательные показатели онкомаркеров, все это дает нам полную уверенность заявлять, что состояние здоровья президента является хорошим. Это базируется на правильном отношении президента к своему здоровью, отсутствием вредных привычек, правильным питанием и физическими упражнениями. Честно говоря, с такими показателями здоровья мы сейчас новобранцев в армию призываем. Совет по правовой политике при президенте сегодня рассмотрел концепцию дальнейшего развития институтов упрощенного решения корпоративных споров. Здесь также подвели итоги года и одобрили проект плана работы и совета на следующие 12 месяцев. На Узене почитали ущерб, нанесенный беспорядками около 2 миллиардов тенгей, не считая убытков предпринимателей. Восстановление города уже идет, и представитель правительственной комиссии Мурзак Шукеев призывает подключиться к работе самих жителей через КСК. Рассказывает наш корреспондент Назиа Туякова. На встрече с жителями города, депутатами Гурмас-Ихаты и представителями городских КСК члены правительственной комиссии рассказали о том, что сейчас предпринимается, чтобы вернуть Жану Узен к его прежней жизни. В целом на восстановление города понадобится около 2 миллиардов тенге. Ущерб, который причинен предпринимателям, еще определяется. В то же время, как подчеркнул Мурзак Шукеев, сегодня необходимо создавать так называемые общественные советы, в частности при КСК. И нам надо поднять общественность на то, чтобы призвать всех к порядку, дисциплине, и город должен жить своей мирной жизнью, возвратиться к своему мирному режиму. Вот для этого нам очень важно сейчас все КСК мобилизовать, при каждом КСК создать такой общественный совет. Предложение будет от вас исходить, и мы будем работать с ними. Каждый раз я буду 2-3 КСК посещать, общаться, и таким образом я буду, так сказать, получать сигналы, обратную связь с населением. В Жану Узене уже приступили к восстановлению поврежденных объектов. Здание Акимата будет отремонтировано капитально, а вот гостиницу Аруана, которая сожжена практически до 2, планируется снести и отстроить заново. В ближайшее время начнется строительство и других зданий и учреждений, которые пострадали от огня. В целом на работу по очистке территории города выделено 150 миллионов тенге. Отрабатываются механизмы оказания финансовой помощи предпринимателям. СМР строительно-монтажной работы мы будем финансировать через небюджетный фонд. После того, как определится сумма, мы проведем работы по пополнению этого фонда и будем их финансировать. Что касается товаров, разграбленных, мы должны отработать с предпринимателем для получения ими кредита в коммерческом банке. И через фонд ДОМУ мы будем удешевлять этот кредит максимально, минимум на 7% мы будем его удешевлять. То есть они получат самый льготный кредит для этих товаров. Но, конечно, надо смотреть за тем, чтобы оценка была объективной. Сейчас, конечно, все захотят это завысить. Надо будет скрупулезно подойти по оценке утерянного имущества. И, как сообщил Мирзакшукеев, семьям погибших в ходе беспорядков будет выплачиваться компенсация по 1 миллиону тенге. Те, кто был ранен, получат по полмиллиона. Главе правительственной комиссии здесь же на встрече представители общественности города обратились с просьбой передать главе государства обращение. В них горожане просят президента не снимать режим чрезвычайного положения до 5 января. Чтобы сохранить покой и укрепить стабильность в городе, мы просим оставить режим чрезвычайного положения. Он находится в компетенции президента страны, и поэтому я вашу просьбу, конечно, передам ему. И, в принципе, я понимаю вашу озабоченность. Потому что для стабилизации ситуации нужно глубинные причины нейтрализовать. Сейчас мы, как пожар первый, можно сказать, погасили. Но нам нужно, чтобы созрели условия, чтобы это не повторилось. Вот это самое главное. В городе работают все учреждения, магазины, больницы. Проблем с продовольствием нет. Занятия в школах начнутся с 5 января. Предложения о трудоустройстве, которые выдвинуты правительственной комиссией, услышаны. И уже поступают заявления от нефтяников. В разговоре с женой зенцами умерзак Шукиев подчеркнул, город будет благоустраиваться и расти. Теперь надо и такой внешний вид тоже приводить в порядок. Газоны, бульвары, тротуары, остановки, дома. Все надо привести в порядок. Это мы делаем во всех городах. Это у нас рука, так сказать, набита. Во всех городах, где на юге, на севере, везде это делается. Просто надо будет этот опыт сюда применить и с весны начать массовое благоустройство города. И на это дело мы специально предусмотрим деньги. Надзия Туякова, Рамиль Кужабаев, Идуат Янтибеков, Хабар из Женаузини. Ведущие политологи страны сегодня сделали свои прогнозы на ближайшие парламентские выборы. Эксперты собрались в Казахстанском институте стратегических исследований. Опрос, проведенный институтом социально-политических исследований, показал, что уровень политически активного населения, намеренного участвовать в выборах, составил 67,2%. В соцопросе участвовало 2000 человек, жители из всех регионов страны, а также городов Астаны и Алматы. Погрешность выборки составила 2%, а само исследование проводилось на спонсорские средства. Вопрос, за какую партию вы будете голосовать, 80,5% казахстанцев ответили за Нуратан. А Джоу выбрали 7%, за ОСДП готовы голосовать 2,4% избирателей, а за КМПК ровно 2%. Предвыборную программу партии «Аделет» поддерживают чуть более 1% электората. Партия патриотов набрала 0,6%, АУ – 0,4%, а Руханьят – 0,1%. По мнению директора Казахстанского института стратегических исследований Булата Султанова, в парламент смогут войти только две партии – Нуратан и Акжол. Аналитик Сейен Борбасов считает, что шансы есть и у КМПК. В любом случае, уверены эксперты, предстоящие выборы станут началом превращения президентской формы правления в президентско-парламентскую. Я считаю, что мы идем по пути превращения президентской республики в президентско-парламентскую республику. И появление среди депутатов таких тяжеловесов свидетельствует именно о таком подходе. Я считаю, нам нужна сейчас стабильная, динамичная, но эволюционизирующая система, которая будет учитывать изменения в электорате нашей страны. И я хотел призвать всех избирателей с горячим сердцем, холодной головой подумать, какая политическая партия выражает их интересы. Кого они хотели бы видеть в Мажелисе парламента, и кого они хотели бы слушать, и, в общем-то, кто разделяет их взгляды. Республиканская общественная комиссия по контролю за выборами депутатов Мажелиса сегодня в Астане собрала за круглым столом представителей всех восьми политических партий. После обстоятельного диалога стороны сошлись в одном. Необходим ответственный и взвешенный подход к парламентским выборам 2012 года. И прежде всего неукоснительное соблюдение выборного законодательства и оперативное реагирование на нарушения. Общественная комиссия заверила политические партии в том, что будет объективной и беспристрастной. Уже в кулуарах в интервью журналистам член Центральной избирательной комиссии Марат Сарсимбаев прояснил ситуацию относительно партии Руханиад. На данный момент в ЦИК не поступало заявление о нарушениях при регистрации партийного списка. Напомним, накануне основательница партии Алтенша Жаганова потребовала отменить регистрацию партийного списка и обвинила нынешнего руководителя в фальсификации. Если такое заявление будет, то Центр избирком в коррегиальном порядке будет рассматривать и, соответственно, доведет до сведения общественности свое мнение относительно тех претензий, которые предъявляет Жаганова к своим коллегам по партии. Соответственно, этому решению будет решена судьба этого партийного списка. Глава Центра избиркома сегодня встретился с руководителями миссии наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Микла Шамхарасти и Содружества независимых государств Евгением Слободой. Куандык Турганкула вручил ему удостоверение наблюдателей и рассказал о подготовке к выборам. Главы миссии поблагодарили Казахстанский Центр избирком за приглашение участвовать и заверили в том, что будут объективны. Аккредитацию сегодня получили еще 145 человек. Таким образом, на сегодня зарегистрировано уже 224 международных наблюдателя от ОБСЕ, СНГ, Шанхайской Организации Сотрудничества и Совета Сотрудничества Тюркоязычных Государств. У нас готово для аккредитации в качестве наблюдателей анкеты на более чем 200 человек. Мы всех сейчас распределяем по регионам Республики Казахстан. Все регионы охвачены наблюдателями, которые будут находиться там накануне. Дня голосования и в день голосования. Центральная избирательная комиссия сегодня приняла постановление о выделении девятки кандидатов в депутаты Мажелиса от Ассамблеи народа Казахстана по 477 тысяч тенге на проведение предвыборной агитационной кампании. Личные встречи с избирателями Нур-Утамаса продолжают сейчас в Алматинской области. Представители Республиканского общественного штаба партии обсудили с жителями региона основные положения своей предвыборной платформы. Первым объектом стала спортивная школа-интернат в городе Талдыкурган. Она подарила стране многих выдающихся спортсменов. И сегодня партийцы встречались с юными талантами, на которых возлагаются большие надежды. То, что казахстанцы все чаще поднимаются на пьедесталы престижных спортивных турниров – результат четкой политики государства в этой сфере, говорят члены штаба. Многие спортсмены – активные нуратановцы, которые вошли в спортивный список. Партия нуратан очень много выделяет своих усилий для развития и поддержки нашей молодежи, для развития спорта. Партия – это президентская партия. В свое время президент нам доверил поднять флаг. Так же, как мы доверяем нашему президенту и доверяем его партии – партии нуратан. Голосуйте 15 числа за нашу партию нуратан. Еще одна встреча прошла в селе Казалагаш. Напомню, в 2010 году оно пострадало от наводнения. Здесь заново строили 465 новых домов, 32 отремонтировали. Среди обновленных зданий – дом культуры, акимат, детский сад, школы и бани. В ликвидации последствий стихийного бедствия нуратан принимал самое активное участие. Сегодня партиицы посетили несколько семей казалагашцев. Кандидаты в Мажелиза от партии патриотов Казахстана встречались сегодня с шимкенцами. С идеями патриотов познакомились работники Свинцового завода и юридического колледжа «Фемида». Эта партия существует уже 12 лет. В числе 160 тысяч ее членов – представители многих неправительственных и общественных организаций страны, военнослужащие из запаса, спортсмены, врачи и учителя. К партийному списку на места в парламенте выдвинуты 20 членов партии, в том числе и 6 женщин. Свои цели патриоты Казахстана определяют тремя крупными направлениями – духовного, экономического и экологического прогресса. В предвыборной платформе предстоящих выборов затронуты, в частности, помощь промышленности и малому бизнесу. И в первую очередь активисты партии требуют, чтобы государственная поддержка в виде кредитов и субсидий поступала к предпринимателям без задержек и опозданий. На примере Южного Казахстана патриоты Казахстана предлагают развивать в регионах переработку сельхозпродукции. Открытие небольших, но стабильных предприятий удержит молодежь в селе. Кандидаты в Можилис обещают отыскать и новые возможности для развития образования. Многие семьи многодетные, имея по 3-4 студента, не могут закрыть кредиты и обучение. Для этого либо какие-то кредитные каникулы, либо льготы, либо скидки, либо поддержка прямая, прям направленная адресно из бюджета страны, Минобразование. Другие министерства, те же министерства сельского хозяйства готовят агрономов, министерства, допустим, юстиции готовят юристов. Пусть они тоже изыскивают какие-то гранты. В рамках предвыборной агитационной кампании представители партии «Руханят», режиссер Еркан Ракишев, а также математик и журналист Герой Хан Кастаубаев встретились с жителями села Маловодное. Встреча проходила в местном Доме культуры. Несмотря на рабочий день, зал был почти заполнен. «Руханятовцы» ознакомили собравшиеся с программой партии, одним из ключевых направлений которой является помощь селу. Для этой цели, по словам Еркана Ракишева, при положительном исходе выборов они выступят в парламенте с предложением создать отдельное министерство развития села. Также партийцы уделяют особое внимание вопросам воспитания патриотизма у потрясающего поколения. Как режиссер я снимаю фильмы, которые воспитывают молодежи в духе патриотизма, учат ее любить свою родину. Хотелось бы, чтобы это начиналось уже со школьной скамьи. Только в этом случае мы воспитываем настоящих патриотов своей страны. Если я попаду в парламент, то обязательно подниму этот вопрос. В Алматы сегодня прошел круглый стол на тему ожидаемой кризисы и меры противодействия со стороны казахстанского бизнеса общества. Организатором встречи выступила демократическая партия АКЖОЛ. Одним из главных пунктов предвыборной программы партии является поддержка малого и среднего бизнеса. АКЖОЛ предлагает комплекс мер для его развития и защиты. Это, в частности, парламентский мониторинг деятельности национальных институтов развития по поддержке частного бизнеса. Главная цель при этом обеспечить эффективность использования государственных средств, выделенных на развитие предпринимательства. На встрече также было заявлено, что партия АКЖОЛ одобряет и поддерживает интеграционные процессы. Но при этом на казахстанском рынке отечественные товаропроизводители должны иметь льготные условия. Мы рассматриваем непосредственно предложения, которые идут от бизнеса общества по защите своих интересов, по защите своих инвестиций, по защите своего бизнеса. Вместе с тем мы в своей платформе предложили ряд очень серьезных мер, направленных на создание благоприятного климата для ведения бизнеса в Казахстане. Сегодня же стало известно, что партия АКЖОЛ предлагает включить своих представителей в правительственную комиссию по расследованию событий в Жанназене. Инициатива исходит от лидера партии Азата Перуашева. Соответствующее официальное письмо направлено на имя председателя комиссии Умирзака Шукеева. Сегодня в Алматы представители общенациональной социал-демократической партии встретились с жителями микрорайона Шанрах. Это новый район города, где многое уже сделано и многое еще предстоит. Партийцы рассказали о том, что идут в партии с лозунгом «Голосуй за ОСДП», «Голосуй за себя». В передах партии сегодня 300 тысяч казахстанцев, из них 54 кандидата в парламент. Такие цифры приводят сегодня ОСДП. В Можилис, заявляют партийцы, они идут для того, чтобы решить проблемы каждого казахстанца. Основной вопрос для жителей этого микрорайона – регистрация земельных участков и домостроений. Также сегодня шла речь о том, что не имеющие правоостанавливающих документов на жилье люди не имеют и прописки. Это значит, что уже несколько лет они находятся вне избирательной системы. То есть не могут голосовать и принимать участие в политической жизни страны. По мнению членов ОСДП, это серьезное поражение в кондиционных избирательных правах. Проблема, которую надо срочно решить до 15 января, когда страна будет выбирать депутатов в парламент и маслехаты. Как мы это будем решать, сейчас тоже будем. Возможно, составим, уже ряд жителей составляет списки. Возможно, Акимат даст возможность, вернее, прописать их непосредственно при Акимате. Хотя бы временно для того, чтобы эти граждане Республики Казахстан выполнили, использовали своим конституционным правом избирать. Свою предвыборную агитацию партия ОСДП провела сегодня и в североказахстанской области. На встрече с жителями Петропавловска активисты партии рассказали, что партия выступает за свободу и справедливость для народа, законопослушание и ответственность для чиновников. Партийцы намерены направить слово правды против коррупции, поднять казахский язык на новую высоту, сделав его языком мира и согласия. Еще одна встреча представителей ОСДП с избирателями прошла в Талдыкургане. Там партийцы рассказали студентам и преподавателям Университета экономики и права имени Желтоспекова о своей предвыборной платформе. Активисты ОСДП считают, что необходимо повысить пенсии, пособия, стипендии и зарплату бюджетникам в три раза. По их мнению, следует на пять лет освободить субъекты малого и среднего бизнеса от налогов и ввести льготное кредитование. ОСДП собираются делегировать в парламент сильную команду. Общественные и политические деятели, военные и предприниматели. На предстоящих выборах ОСДП рассчитывают набрать половину голосов избирателей. Нужна реформа правоохранительной системы, судебных органов. И у нас в партийном списке есть люди, которые достаточно хорошо подготовлены, имеют высокую квалификацию и готовы поработать в парламенте, готовы внести свои предложения в законодательную базу страны. В Искаменогорск прибыл агитационный поиск НПК во главе с секретарем ЦК партии Владиславом Косаревым. Коммунисты уже провели митинги в Семей, Шамонахе и Бородулихинском районе. Теперь на очереди Зыряновский рыдер. На выборы в парламент коммунисты идут с обещаниями решить вопросы доступности образования и медицины. Они должны быть бесплатными для всех, считают партийцы. МПК также намерена обратить внимание на воспитание молодежи, которая с их точки зрения должна воспитываться в духе традиционной культуры. Маслихаты и коммунисты выдвинули около 100 кандидатов. В Можилис от партии будет баллотироваться 21 человек. Сегодня же коммунисты провели благотворительную акцию в Астане. Восемь детей получили от партийцев новогодние подарки. Со взрослыми они давние знакомые. И политика тут ни при чем, говорят коммунисты. Просто накануне праздника хочется и нужно радовать всех своих друзей. Есть дети-сироты и ребята из многодетных семей. Мы с ними общались еще в начале года и теперь решили порадовать к празднику. Мы делаем это не потому, что скоро выборы. Благотворительные акции КНПК проводит ежегодно. Партия ООЛ сейчас активно работает в селах Павлодарской области. Партийцы уверены, что здесь они наберут максимум голосов. Земля крестьянам и повышенные пенсии и зарплату труженикам села. Одни из главных тезисов партии ООЛ. А еще у братья латифундистов прочь от земли. По мнению активистов партии, сейчас существует большое социальное неравенство между городскими и аульными педагогами и врачами. В партии уверены, эти категории сельских тружеников должны получать зарплату не ниже 150 тысяч тенге, а пенсионеры на селе и ветераны труда не меньше 50 тысяч тенге пенсии. У сельчан очень живой интерес к политической платформе партии ООЛ. И сейчас они реально имеют возможность сопоставить все политические платформы. И самое главное, они в нашей платформе видят возможность решения в будущем проблем заработной платы, вопросов решения проблем именно пенсионного обеспечения, развития инфраструктуры. Потому что существует очень большая разница между социально-экономическим положением жителей села и городских жителей. И именно поэтому мы полагаем, что 15 января сельчане и аульчане придут на выборы и сделают правильный выбор и выберут ту платформу, которая им обеспечит их достойное будущее. Мне понравилась платформа, выдвинутая партией ООЛ, которая защищает права сельских жителей. И все нужды, которые вытекают из их платформы, они касаются именно нас. И это не идет в разрезе против политики президента, а именно это все идет в одну ногу с этой политикой. В Алматы активисты Адилета встретились с представителями движения пенсионеров поколения. Они обсудили вопросы, касающиеся размера прожиточного минимума, работы жилищно-коммунального хозяйства и кооперативов собственников квартир. Сейчас партия Адилет совместно с движением поколения работают над концепцией пенсионного обеспечения в Казахстане. Вопросы бесплатного обучения, повышения статуса преподавателей, строительства доступного жилья, поддержки многодетных семей, молодежи и студенчества обсуждалось с избирателями в Актобе. Кандидат в депутаты-можилис от демократической партии Адилет Уалихан Кайсаров провел несколько встреч со студентами и преподавателями. Для студентов, для них самая важная тема, это, во-первых, трудоустройство и создание молодой семьи. Вот поэтому мы думаем, что еще также очень важно для них, это тема платы за обучение. Вот все эти позиции рассматриваются в программе «Партия Адилет». То есть мы за то, чтобы государственное образование и в колледжах и вузах было бесплатно. Активисты партии намерены дойти до каждого избирателя. В Астане они провели встречу с родителями, которые привели своих детей на новогодний утренник, пока малыши водили хоровод вокруг елки. Взрослым рассказывали о платформе партии, где среди основных позиций борьба с коррупцией, правовая и социальная реформы. Имя Медеда Досымханова навсегда вошло в скорбный список полицейских Кустанайской области, погибших при исполнении служебных обязанностей. Отважный полицейский посмертно удостоен высокой награды ордена Айбен. История героического поступка старшего лейтенанта в материале Игоря Нидерера. Семейные фото. Вот таким был старший лейтенант Медед Досымханов. Веселым, общительным, любящим отцом. Конечно, он был замечательным, ответственным, папой, любящим жизнь, конечно, своих детей. Медед проработал здесь более двух лет, но в свой кабинет не войдет уже никогда. Как будто только что вышел на минутку. На счету 28-летнего начальника отделения криминальной полиции Тарановского РВД немало раскрытых убийств и грабежей. Сотрудники говорят, именно служебные качества и обеспечили Медеду ответственную должность. Я его вообще знаю с детства. Парень такой смышленый, всегда инициативный, грамотный. 4 апреля Медед Досымханов сел в служебную Ниву, чтобы выехать в соседнее село и задержать конокрады Досанова. И вот они с товарищем уже у дома подозреваемого. Алмат Хамитов был в составе той самой опергруппы. Досанов сидел в кухне, шил уздечку. Мы попросили сразу же пройти в машину. Он, конечно же, отказался сразу же. Пришлось его уже заводить. Оказал неповиновение прямо в доме. Преступника удалось посадить в служебную Ниву. Внезапно у ворот появился его брат и сообщник. Тот выбежал с охотничьим ружьем. Мгновенно, буквально в доле секунды выбежал. Этот человек уже с ружьем выбежал. Раздался выстрел. Прикрывая друзей, Медед получил серьезные ранения. В ближайшей клинике отчаянно боролись за жизнь полицейского, но дробь задела артерию. Отправляясь для проверки оперативной информации, Медед даже не взял с собой табельного оружия, ведь это всего лишь проверка. Друзья говорят, как знать, захвати он тогда свой ПМ и примени его, может быть, и не было этой трагедии. Медед Досамханов шел по стопам отца. Полицейский пенсионер Боржан Досамханович рассказал, что однажды 15-летний сын помог ему задержать налетчика. Сейчас дочери Медеда Досамханова пересматривают семейный альбом вместе с мамой. Отец запомнится им таким. Имя Досамханова навсегда вписано в эту мемориальную плиту. Такая уж служба у людей в вагонах. Применяют и физическую силу, и спецсредства, ну и, конечно же, и табельное оружие. Ну и бывают случаи, когда в отношении сотрудников полиции преступники применяют и физическую силу, и оружие. За все время существования органов внутренних дел Кустанайской области у нас 56 сотрудников погибло при исполнении служебных обязанностей. Игорь Нидерар, Сергей Трахтенберг, агентство Хабар из Кустанайской области. Более 10 миллионов тенге перечислили в этом году крупные нефтяные компании на счет Атараусского детского дома Ахбута. И это не единовременная помощь детям-сиротам. В рамках программ по социальной ответственности бизнеса, работающие в регионе компании, помогают ребятам не только в обустройстве быта, но и отправляют на отдых, лечения, и оплачивают учебу в вузах и колледжах, рассказывает Виктор Сутягин. В Атараусском детском доме Ахбута в эти дни все заняты подготовкой к Новому году. Особо волнуются воспитанники, приглашенные на президентскую елку. Лиза Сафонова уже не в первый раз примеряет наряд принцессы, в котором она отправится на главную в своей жизни елку. Разглаживает каждый шов. Когда я это услышала, я очень обрадовалась. Это была моя вся мечта жизни, попасть на елку, что будет президент поздравлять меня. И я пойду в платье принцессы. Подготовиться к Новому году ребятам помогли несколько компаний, работающих в регионе. Наш детский дом ни в чем не нуждается. Но, тем не менее, мы постоянно ощущаем поддержку со стороны крупных нефтяных компаний. Если сказать, это казной газ. Он полностью обеспечивает летний отдых детей. Огромную помощь оказывает компания «Тенгиз Шевройл» в том, что они спонсируют все проекты, социальный проект. Здание детского дома было полностью отремонтировано при поддержке компании АДЖККО. Воспитанники детского дома с гордостью показывают домашний кинотеатр, который накануне Дня Независимости подарила им крупная нефтяная компания. И это не единственный подарок от шефов. В детском доме оборудован кризисный зал, где можно заниматься аутотренингом. А в компьютерном классе дети любят проводить свободное время. Я люблю рисовать, заниматься компьютерной графикой. Вообще, я хочу быть дизайнером. И очень рад, что у нас есть все условия для занятия любимым делом. Кроме финансовой помощи, в рамках программы «Социальная ответственность и бизнеса» компании организовывают отдых для детей-сирот. Стало традицией ежегодно летом отправлять воспитанников в пансионат «Геолог Казахстана» в окрестностях Пятигорска. Зимой же ребята отдыхают в детском оздоровительном центре в Алматы. Шефы стараются помогать и уже вступающим во взрослую жизнь воспитанникам. Нескольким выпускникам оплачивают обучение в университете, институте нефти и газа и в политехническом колледже. В последнее время число тех, кто хочет чем-то помочь детскому дому, увеличивается за счет частных предпринимателей, для которых социальная ответственность тоже становится нормой. Виктор Сутягин, Тимирлан Сутангазиев, агентство «Хабар» от Раусской области. В Мангостауской области нефтяной край в добывающей промышленности региона занято более 20 тысяч человек. Одно из крупнейших предприятий «Мангостау Моноэгаз». Оно обеспечивает около 30% добычи черного золота на Мангошлаке. Увеличивая производственные показатели и пополняя государственную казну, компания не забывает и о своих социальных обязательствах, о том, что дают нефтяные запасы простым жителям Мангостау в репортаже Дениса Анищенко. Поселок Житебай расположен в 80 километрах от областного центра. Население составляет чуть более 11 тысяч человек. Большинство из них нефтяники.